Сегодня, 23 апреля, отмечают Всемирный день книги и авторского права. Этот праздник призван укрепить любовь к чтению. Среди жителей нашего областного центра немало любителей посетить с книгой в руках. Наш корреспондент пообщался с книголюбами. Уже давно доказано учеными, что чтение — это удивительное занятие, которое может оказать глубокое влияние на нашу жизнь и развитие. С этим согласен житель города Кубайдула Хасанов. В свои почти 80 лет он является постоянным читателем библиотеки имени Жубана Молдогалиева. Ведет здоровый образ жизни. Из дома за новыми книгами идет пешком. Час 15 минут. Книга дает много информации. Особенно ЖЖЛ хорошо пишет, биографию великих людей. Надо читать побольше. Сперва в школе. Там должны в школе их научить, что читать. Они подсказывать должны быть здесь. Как мы можем? Сейчас, например, с меня. Мне уже почти 80 лет. Часто приходите в библиотеку? Да, я прихожу. Как прочитаю я сразу. Если не успею прочитать, я по телефону звоню, чтобы мне продлили. Областная библиотека имени Жубана Молдогалиева считается одной из старейших. Ее посещают порядка 22 тысяч читателей. Здесь насчитывается около 400 тысяч книг. Причем фонд регулярно пополняется. Также проводится работа по оцифровке. Книги в электронном формате об истории региона отправляют в Национальную библиотеку Казахстана. Многие говорят, что молодежь не читает книг, но я с этим не согласна. Среди наших читателей много молодых людей. Они интересуются жизнью и творчеством писателей, акинов. Кто-то проявляет интерес к книгам с нашей историей. Другие спрашивают мотивационные издания. Как отмечал глава государства Касымжумар Токаев на Национальном Курултае, неразборчивое использование интернета оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Сегодня даже взрослые, не говоря уже о детях, чрезмерно увлекаются потреблением бессмысленного контента в социальных сетях. Президент заявил, что прежде всего нужно прививать молодежи любовь к чтению. Только так можно стать читающей нацией. Олег Великий, Рустам Ищанов, Саид Семегула, Акжаек Акпарат.